За кулисами шум и веселье. К выступлению готовятся дети. Ребята из младшей группы разминаются в коридоре театра оперы и балета. Старшие оттачивают танцевальные па. Они будут открывать концерт. В гримёрке вокалисты ансамбля настроения. Они уже в нарядах. Осталось сделать прическу. У солистки Полины Гарьяновой мама парикмахера. За кудрой сегодня отвечает она. 40 участниц ансамбля должны быть все как одна. Всегда друг другу помогаем. Причесываем, красим. Девочки накручены. Мне кажется, это красиво. И нам учителя говорят, что лучше накручиваться. Все приготовления и суета ради большого праздника Астраханскому областному центру развития творчества 80 лет. С первых минут творческие коллективы центра погружают зрителей в мир сказки. Вместо ведущего волшебник. Зрителям представили бальные народные танцы, а также в такие современные направления, как модерн и волшебник. В областном центре развития творчества дети не только танцуют, они поют, рисуют, занимаются театральным творчеством. 40 объединений и студии ежегодно посещают больше 5000 человек. 80 лет назад центр был домом пионеров. По дворце работали литературные, драматические, шахматные, балетные кружки. Благодаря тому старшему поколению мы переняли этот опыт и сейчас работаем и продолжаем традиции того дворца, которые были заложены еще 80 лет назад. Меняется время, меняется требование к образовательному процессу, меняется требование к педагогу, но неизменным остается деятельность, неизменным остается творчество и неизменным остается вот тот дух центра, который он витает. Вот та любовь к детям, любовь к профессии. Среди известных выпускников центра певец Игорь Наджиев и заслуженный артист России Сергей Тараскин. Многие воспитанники продолжают обучение в ведущих театральных вузах страны, таких как Академия русского балета имени Ваганова, Академия танца имени Бориса Эйфмана. Часть выпускников стали педагогами и теперь работают в центре. Продолжают дело, начатое 80 лет назад. Алтана Урумбаева, Вадим Матасов, Центр новостей.